Все реже и реже можно услышать слово фаблет. Как-то так само собой вышло, что все, что меньше 7 дюймов, смартфон, а все, что больше, планшет. Но еще не перевелись девайсы, у которых есть акцент на то, что они именно фаблеты и не что иное. Привет, с вами Катя, и в этом обзоре от компании Allo ко мне в руки попал двухсимочный металлический Lenovo Fab Plus, с которым мы познакомимся. Из конкурентов сложно выделить что-то однозначно. Есть iPad mini, но он не умеет звонить. А есть LG G3, который умеет звонить, но сильно проигрывает в размерах экрана. Этот фаблет имеет металлический корпус, что делает его стильным и солидным на вид. Все скруглено, никаких острых углов. Элементы управления и разъемы расположены максимально удобно для пользователя. Сборка качественная, и девайс, если что, не гнется. Держать его в руках приятно и удобно, несмотря на его немаленькие габариты. Выпускается устройство в темно-серой, серебристой и золотистой расцветках. За приятным на вид дизайном скрывается недюжинная мощь. Восьмиядерный прот справляется с любой задачей, будь то хоть требовательная игра, хоть приложение. Мощности более чем достаточно. Оперативной памяти 2 гига. И пусть в современных флагманах уже по 3, а то и больше, не забывайте, что это отнюдь не флагман, и ценник у него в 2-3 раза ниже флагманского. Встроенной памяти 32 гигабайта. Те, кому этого мало, могут пожертвовать второй сим-картой в пользу microSD-шки, объемом до 64 гигов. С навигацией и беспроводными интерфейсами все как обычно. Должно быть у многих возникает вопрос. Восьмиядерный прот с почти 7-дюймовым дисплей, а как же насчет питания? Аккумулятор емкостью в 3500 мАч обеспечит целый день активной работы устройства. Большинство людей, приобретающих фаблет, используют его для того, чтобы смотреть видео или играть в игры. Что тут скажешь, этот дисплей легко позволит и то, и другое, и еще много чего. Full HD разрешение без видимых пикселей в купе с IPS-матрицей делают дисплей подходящим для любых задач, связанных с ним. Камеры не флагманского уровня, но вполне солидные. Результат меня приятно удивил. Достойная цветопередача и очень даже неплохая детализация как на фото, так и на видео, снятых при помощи основной 13-мегапиксельной камеры, вызывают желание снимать еще и еще. Фронтальная камера снимает вполне достойные автопортреты, которые можно повесить у тебя в социальных сетях. Модуль селфи-камеры 5-мегапиксельный, а значит и видеосвязь вас ожидает качественная. Все работает под управлением Android 5.0 с характерным для большинства девайсов от Lenovo интерфейсом Vibe UI и с не менее характерной плавностью и стабильностью. Из интересных фич можно отметить возможность адаптировать размеры экрана для использования фаба одной рукой. Удобно, что тут скажешь. Именно за такие продуманные детали Lenovo и ценят миллионы пользователей по всему миру. Что такое Lenovo Fab Plus? Это цельнометаллический корпус и обольстительный дизайн, большой качественный экран и достойные камеры, поддержка двух сим-карт и продуманность в мелочах. А в этом обзоре от компании Allo с вами была Катя и девайс для тех, кому хочется большего. А именно двухсимочный металлический фаблет Lenovo Fab Plus. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok